Магнитный поток. Определим величину, характеризующую магнитное поле. Предположим, что в однородном магнитном поле с индукцией B находится замкнутый проводящий контур площадью S, расположенный так, что между индукцией B и нормалью N вектором перпендикулярной плоскости витка угол α. Тогда величина, равная произведению модуля магнитной индукции B, площади витка контура S и косинуса угла α, называется магнитным потоком F, пронизывающим этот контур. Единицей магнитного потока является Вебер, 1 Вебер. 1 Вебер – магнитный поток, созданный однородным магнитным полем с индукцией 1 Тесла, через поверхность площадью 1 квадратный метр, расположенную перпендикулярно вектору магнитной индукции. Магнитный поток F характеризует число силовых линий, пронизывающих контур. Рассмотрим это на примерах. Пример 1. Два контура с одинаковой площадью находятся в разных магнитных полях. Магнитный поток, пронизывающий второй контур, больше, чем магнитный поток, пронизывающий первый контур. Пример 2. Магнитный поток, пронизывающий второй контур, больше, чем магнитный поток, пронизывающий первый контур. Пример 3. Два контура одинаковой площади S в одном и том же магнитном поле с индукцией B расположены так, что α2 больше α1. Поскольку косинус α2 меньше косинус α1, то магнитный поток, пронизывающий второй контур, меньше, чем магнитный поток, пронизывающий первый контур. Пример 4. Контур расположен так, что угол между индукцией B и нормалью N равен нулю. Так как косинус нуля равен единице, то магнитный поток в этом случае максимальный. Пример 5. Контур расположен так, что линии индукции скользят вдоль его поверхности, то есть параллельны плоскости контура. В этом случае угол α равен 90 градусов. А так как косинус 90 градусов равен нулю, то магнитный поток равен нулю. Пример 6. Рассмотрим магнитное поле постоянного полосового магнита. Линии магнитной индукции выходят из северного полюса и входят в южный. Такое поле является неоднородным, то есть индукция различна в разных точках поля. Вблизи полюсов силовые линии гуще, вдали реже. Следовательно, магнитный поток, пронизывающий одинаковые по площади контуры 1 и 2, будет не одинаков. Нетрудно видеть, что магнитный поток второго контура больше магнитного потока первого контура. Можно показать в динамике, что при движении контуров относительно магнита, при удалении или приближении, число линий индукции поля, а следовательно и магнитный поток, будет изменяться. Явление электромагнитной индукции. В 1831 году английский физик Майкл Фарадей экспериментально обнаружил явление электромагнитной индукции. В простейшем случае его можно наблюдать на следующем опыте. Возьмем катушку с большим числом витков и соединим ее с гальванометром. Будем приближать к катушке магнит. При этом стрелка гальванометра отклонилась. Это говорит о том, что в цепи при движении магнита появился ток. Если теперь удалять магнит от катушки, стрелка прибора отклонится в противоположную сторону. Следовательно, ток в катушке, появившийся вследствие движения магнита, изменил свое направление. Нетрудно увидеть, что при приближении магнита к катушке или удалении от нее, изменяется число силовых линий, пронизывающих катушку, то есть изменяется магнитный ток. Катушка воспринимает магнитное поле магнита не постоянным во времени, а изменяющимся, возрастающим или убывающим, то есть переменным. Явление возникновения тока в замкнутом контуре, находящемся в переменном магнитном поле, называется электромагнитной индукцией. Ток, возникающий при этом в контуре, называется индукционным током. Правило Ленца. Это правило позволяет определить направление индукционного тока. Сформулировал его русский ученый Ленц Эмилий Христианович. Чтобы выяснить смысл этого правила, обратимся к опыту. Если быстро приблизить магнит к легкому сплошному алюминиевому кольцу, подвешенному на нити, то оно заметно оттолкнется от магнита. Если же быстро удалять магнит от кольца, то можно заметить, как оно потянется вслед за магнитом, притягиваясь к нему. Также кольцо, но с разрывом, не сплошное, никак не реагирует на движение магнита. Попытаемся объяснить этот опытный факт. Если кольцо, замкнутый виток, реагирует на движение магнита, значит оно само становится магнитом. Причем при приближении магнита к кольцу северным полюсом, сторона кольца, к нему обращенная, имеет тоже северный полюс, так как в этом случае кольцо оттолкнется от магнита. Нетрудно видеть, что магнитный поток, пронизывающий кольцо, нарастает. В результате электромагнитной индукции в нем возникает индукционный ток, который своим магнитным полем препятствует нарастанию внешнего магнитного поля. В случае удаления магнита магнитный поток, пронизывающий кольцо, убывает. При этом в нем возникает индукционный ток, который своим магнитным полем препятствует убыванию внешнего магнитного поля. В общем случае направление индукционного тока определяется правилом Ленца. Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует изменению магнитного потока, который создает этот ток. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Рассмотрим интересный случай возникновения ЭДС индукции. Проводящая перемычка скользит по параллельным проводам, замкнутым с одной стороны на вольтметр, с другой на лампочку. Перпендикулярно плоскости, в которой лежат провода, расположены линии индукции магнитного поля. При этом вольтметр показывает некоторое напряжение, а лампочка горит, что говорит о возникновении в цепи лампы индукционного тока. На концах проводника длиной L, движущегося в магнитном поле с индукцией B, со скоростью V, возникает разность потенциалов, равная ЭДС индукции, где α – угол между вектором скорости и вектором магнитной индукции. Явление самоиндукции Американский ученый Джозеф Генри в 1832 году впервые наблюдал возникновение индукционного тока в катушке, когда магнитный поток в ней изменялся вследствие изменения тока, протекающего в самой катушке. Явление получило название самоиндукции. Самоиндукция – возникновение ЭДС индукции в контуре при изменении в нем силы тока. Рассмотрим цепь, состоящую из источника постоянного тока, резистора, катушки и ключа. При замыкании ключа в течение короткого промежутка времени в цепи будет нарастать ток источника, который создает в катушке нарастающее магнитное поле с индукцией. Это изменяющееся поле создает в этой же самой катушке индукционный ток, направленный таким образом, чтобы своим магнитным полем препятствовать нарастанию тока катушки. Таким образом, индукционный ток в этом случае тормозит ток источника. ЭДС самоиндукции определяется по формуле, где ΔI, деленная на ΔT, скорость изменения тока источника в катушке. L – индуктивность катушки, измеряемая в Генри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова